Всем здорова, с вами на этом мы продолжаем играть в игру под названием Цуки Химе, или как она там называется, повесть о лунной принцессе на русском, если её переводить там название полностью, то так вроде как и называется. Так, и у нас тут мы остановились на том, что сенсей нас покинул, сказал то, что всё, теперь я тебе всё рассказал, всё показал, теперь ты сам должен решать, что делать с этой силой. И сенсей шагнула прочь. Мне грустно, но я друг сенсей, поэтому должен её проводить как следует. Да, и до свидания, сенсей. Славно именно так, Шики. Не теряй уверенности, будь всегда с собой. Если попадёшь в беду, то успокойся и всё обдумай. Хорошо, всегда найдётся всё... А, решение всегда найдётся, всё будет хорошо. Ты справишься даже в одиночку. Сенсей рассмеялась. О, нормально так. Блин, меня очень поражают вот эти вот переходы. С одной стороны, они вроде бы очень и очень старые, но если не забывать, в каком году вышла эта игра, насколько я видел, она вроде бы то ли, блин, в 2000-х вышла, или я что-то не так понял. То есть игра очень здоровская, очень... Старенькая такая. Дует ветер. Травка плавно колышется. Сенсей уже ушла. Прощай, сенсей. Сказав все это, я почувствовал, что больше никогда её не увижу. Всё, что оставалось, это её слабая и танец мне на очки. Прошло всего семь дней, но она научила меня чему-то очень ценному. С той в одиночестве я чувствовал, как слёзы начинают скапливаться в моих глазах. Эх, я повёл себя как дурак. Я только попрощался. Я даже не попытался её поблагодарить. Ну... Можно так сказать, мы ей сказали уже спасибо за всё. Вскоре меня выписали. Я не вернулся в дом Тонно. Вместо этого меня взяли к себе дальние родственники. Но всё в порядке. Тонно Шики будет в порядке даже один. Я проведу жизнь с моей новой семьёй. Так закончилось девятое лето Тонно Шики. Наступила новая осень и кажется, что я слегка повзрослел. Оу. А что, звук оборвался? А! Типа у нас тут глава начинается. Первое. Импульс обращения. Первый день октября, 21-я четверг. Хорошо. Осень. Сегодня исчезают последние следы лета. Наступил предпоследний четверг октября. И это день, когда я Тонно Шики вернусь домой. Прошло уже 8 лет с тех пор, как я его покинул. И что там у нас дома будет? Шики, поторопись! Ты опоздаешь школу! Услышал я голос Кейко Сана, раздавшейся из кухни. Ладно, иду! Кричу я в ответ. Настало время попрощаться с комнатой, что было моей в доме семьи Арима. Я пошел! Спасибо, что позволили мне жить с вами эти годы. Хлоп-хлоп. Я соединяю ладони в молитве. Потом, взяв только одну сумку, покидаю эти стены, которые уже стали мне родными. Ох, я выхожу и разворачиваюсь лицом к дому. Шики, стоящая в дверях Кейко Сана, с грудью произнесла мое имя. А с грустью произнесла мое имя. До свидания. Береги себя, мама. Странно, что я это говорю. Я ведь уже не вернусь. Я никогда не пройду сквозь эту дверь, как член семьи. Спасибо за все. Попрощайся за меня с отцом. Кейко Сан просто кивает. Восемь лет. Глаза той, что заменила мать, были полны грусти. Не думаю, что я видел ее такое раньше. Боюсь, тебе будет нелегко в доме Тону. Пожалуйста, береги себя. С тебя слабое здоровье, тебе нельзя перенапрягаться. Со мной все будет в порядке. Прошло уже восемь лет, я здоров как бык. И я намного выносливее, чем выгляжу. Наверное, ты прав. Но отличаюсь и от других. Я боюсь, что ты можешь их не вывести. Я знаю, что имеет в виду Кейко Сан. С этого дня я буду жить в особняке, что редкость в наше время. Не только дом поразительный, но и семья, живущая в нем весьма уважаема. Они инвестируют до значительных средств во многие корпорации. И что хуже всего, это мой настоящий дом. Ари, мы просто присматривали за мной. Но все уже решено. Да, и все уже решено за нас. Хорошо, я пойду. Спасибо за то, что заботились обо мне. Я снова повторяю эти слова и поворачиваю спиной к дому, к которому я привык все эти годы. Блин, я не знаю, мне... С одной стороны, музыка, она как бы не может мешать, да, но... Настолько она громкая, что немного сбивает с толку. Вот я это читаю, читаю, и... С музыкой затихает, и такой бум, я... Так, что... Стоп. А, это музыка, все нормально. Ну и отправляемся тогда уже в путь. О-о-о-о... С тяжелым сердцем я покинул дома, направился в школу. Восемь лет назад. Я выздоровел после тяжелого уравнения, которое должно было привести к смерти. Тогда я и получил в семье Арима, отдаленной ветви семьи Тона. Я жил со своими настоящими родителями в особняке Тона, пока мне не исполнилось здесь. Потом я жил с семьей Арима, восемь лет. Поступил в старшую школу, но сегодня все закончилось. Я жил обычной жизнью приемного сына. С тех пор, как я встретил сенсей, не произошло ничего, напоминающего крайний случай. И очки скрывали от меня линии, когда я их носил. И да, кто не смотрел прошлую серию, там как раз таки рассказывалось, что за линии, почему нужны на очки... Ой, на очки и очки. Кто такая сенсей и все тому подобное. Фух. И так, что там у нас? Тонна Шики просто жил своей жизнью. Она была спокойна, но до недавнего времени. Но пришел приказ от главы семьи Тона. Возвращаясь в особняк. Той самой семьи, которая до сих пор избегала меня. Ух, мне интересно, а что-нибудь плохое будет в этом доме, в этой семье, или... Или я просто сейчас сижу и себе немного накручиваю. Ух, я снова вздыхаю. Если честно, то даже до аварии я не очень уложился в особняке. Быть может, будучи ребенком, мне не нравились формальности, которые требовала семья. Быть может, потому что я не возражал, когда отец сказал, что я буду жить с Арима. Наверное, это было к лучшему. Я легко уложился с Кайкосан и Фумио-сан. Как будто они были моими настоящими родителями. Я жил нормальной жизнью в любящей семье Арима, и как мне и хотелось. Я, к сожалению, об этом... Не считаю только одного. Моя сестренка на год младше мне осталось жить в особняке. Акиха, наверное, она теперь меня ненавидит. Это вполне естественно. Ей пришлось жить в особняке одной под присмотром нашего твердолобого папаши. Я легко могу представить, что она думала обо мне в беглеце. Я снова вздыхаю. Ничего не поделаешь. Чему быть того не миновать. Сегодня после школы я вернусь в свой старый настоящий дом. Кто знает, что там произойдет. Впрочем, у меня сейчас есть более насущная проблема. На моих часах 7.45. Урок начинается в 8. И все, кого на этот момент нет в классе, помечается как отсутствующий. Покрепче ухватив сумку, я побежал к школе поскорее, чтобы не опоздать. Я добрался до школы меньше, чем за 10 минут. Вошел во двор через задние ворота, совершил подвиг, узнав о котором члены клуба по побегу не оставили бы меня в покое. Если подумать, то сегодня последний раз, когда я захожу в школу через эти ворота. Дома Арима и Тона находятся по разным сторонам от школы. Естественно, теперь я буду использовать главные ворота. А мне ведь чем-то нравилась эта одинокая атмосфера. Потому-то здания ворота в нашей школе были непопулярны. Их использует человек 10, включая меня. Тут тихо и ближе к вечеру практически никого не было. Звяк? Клац-клац-клац-звянк? Чё? Как я и сказал, тут довольно тихо. Звук молотка вместе с пением птиц заносится из-за лек... А, это пение птицы молотка? Молоток? Что за... Ритмичное звяканье до ночи со двора. Хм, что там происходит? Урок начнётся через 10 минут. У меня совсем нет времени, но мне интересно. Что ж... О, а вот у нас как раз-таки первый выбор. Насколько я помню, да, первый выбор у нас. Так, у меня нет времени, до звонка лишь 5 минут. Лучше я побегу в класс. Мне слишком интересно, пойду-ка посмотрю, что там происходит. Ну, раз до звонка не так уж много времени, то лучше, лучше пойдём... Лучше пойдём на урок, чтобы, мало ли, никаких проблем у нас не было. А потом мы можем, если что, если это звянканье и клацанье отстанется, то... Просто уже потом подойти и посмотреть, что же там всё-таки такое происходит. Посмотреть мы в любое время сумеем, сможем и вообще с моём. Я всё так успел добраться до класса, причём даже раньше, чем обычно. Ого, а вылегчённо выдохнув, я направился к своей парте, стоящей рядом с окном. Доброе утро, Тоно-кун. Привезал меня незнакомый голос. А? В недоумение обернулся я. О, здравствуйте, девушка. Тоно-кун, учитель себя искал. Сказал, что хочет поговорить с тобой по поводу твоего дома. О моём доме, о переезде должно быть. Вчера я должен был уладить всей формальности, возможно, я что-то забыл сделать. Хм, девушка не двигалась, и я продолжала стоять, глядя на меня. Эм, доброе утро, Юмидзука. Доброе утро, Тоно-кун. Похоже, ты ещё помнишь, как меня зовут. Фух, Юмидзука Сацуке улыбнулась. Запомните имена одноклассников, это вполне посильная задача для меня, знаешь ли. Ну да, просто раньше мы с тобой мало общались, ну и как-то не выходило. Хм, ну да, я немного волнуюсь, когда разговариваю с тобой. Юмидзука снова улыбнулась. Похоже, она чему-то рада. Я? Юмидзука продолжил смотреть на меня, как будто хотел сказать что-то ещё. Чё-то мне кажется, Тоно-кун ей нравится. Если честно, я её почти не знаю, хоть мы и учимся в одном классе, но редко-редко очень общаемся. Но Юмидзука Сацуке всегда в центре внимания. Мальчики частенько любят пообсуждать его, среди девочек про неё не ходят дурных слухов. В общем, она идол нашего класса. Так, экран не гаснет. Естественно, она всегда окружена людьми. Полная противоположность такого одиночки, как я. Вот только даже если я знаю имя Юмидзука Сацуке, с какой стати ей помнить Тоно Шихи? Странный сегодня день. То Молоток, то она. Тоно Кун, можно тебя спросить? Если я смогу ответить, можешь спрашивать сколько угодно. Эм, извини, это личный вопрос, но... Ты сказал, что переезжаешь, ты уезжаешь куда-то далеко? У неё немного дрожал голос. Ну, естественно то, что Тоно Шики, ты ей нравишься. Дрожал голос, будто ей было тяжело спрашивать. Она сжала руки в замок, стремясь узнать волне... А, унять волнение. Я знаю, это неожиданно, но ты переведёшься в другую школу? А, да не-не-не-не-не-не-не. Я меняю место жительства, а не школу. Мой новый дом находится в этом же городе, так что с этим хлопот не будет. О, это... это очень хорошо. Юмидзука вздохнула с облегчением. А? А что странно? Хм, странно. С чего такая реакция на мой переезд? Ну, я же тебе говорю то, что ты ей нравишься. Мне что-то подсказывает то, что Тоно Шики, вот этот вот, он какой-то раствор с Семёном имеет. Такой же, такой же немного... Немножечко олень. Блин, или не с Семёном, а с... Ну, с вот этим вот там, да, полудурком Найтом из этого, из Доки Доки. Хм, с чего такая реакция на мой переезд? Ты больше не будешь жить у Арима? Ну да. Мне нравится с ними жить, но я не могу вечно полагаться на них. Хм, откуда Юмидзуки об этом известны? Никто в школе не знал, что я жил у Арима, кроме одного парня. Ну, я не знаю, может она там тебя преследует или ещё что. Хм, как дела Тоно? Пораздался я беззаботный голос, заверяя класса. Это словно ему было назначено появиться именно в этот момент. Пришёл парень, являющийся моим другом по соседней... А, со средней школы. О, здорово. Крутой парень. Хм, Юмидзуку ты, что ли? Хм, нечасто можно увидеть тебя, болтающий с Тоно. Хм, добрый отри, не Тон, не оборачивайся... А, не оборачивайся, ответила Юмидзука. Эээ, похоже, она не из тех, кто способен общаться на одной волне с парнями вроде него. Тоно... Цепляет девчонок? Хм, что за чёрт? Я думал, ты ими не интересуешься. Блин, мне кажется, он немного обескуражен такой. Я думал, ты ими не интересуешься, я думал, ты по парням. Это что за измена такая? Громко пошутила А... Ари Хико. Я такое ощущение, что под конец прохождения вот этого вот... Эээ... Суки Хими, ну или поиски о Лунной Принцессе, я буду без проблем выговаривать вот эти вот японские и китайские имена. Но мне кажется, что это японские. Вот. Громко пошутила Ари Хико. Хватит врать, придурок! Я нормальный парень. Конечно же, я интересуюсь девушками. Хм, правда? Молодец, мужик. Только сегодня девчонки находят забавное, если у парня есть чумовое либидо. Но им это только по приколу, а дальше приколов они не заходят. Его громогласный весёлый смех разнёсся по всему классу. Ой, я ещё раз глубоко вздохнул. Который раз удивляюсь, как вообще я познакомился с этим человеком. Её волосы выкрашены в рыжий цвет, но выглядит как петушок какой-то. А уши проколоты, но модный петуч на районе. Её взгляд явно даёт понять, что он готов ввязаться в драку, как наугодно и где угодно. А стиль его одежды нарочно меряшлив. Так что придаёт ему хулиганский вид. Единственный жизнерадостный разгильдей в нашей школе, ориентированный на подготовку к поступлению в университет. Обязательно быть таким умным с утра. Я не в духе от всего, что навалилось на меня. Так что не приставай ко мне сегодня лады. Я взмахнул руками, чтобы прогнать его площадь. Прочь. Типа помахал руками, типа как комар. Уйди. Сваляй отсюда прочь, да? Ты мешаешь этой атмосфере, которая вокруг меня кружит. Хм. Депрессняк. Что с тобой, парень? Критические дни? Ну или эти дни? Беру свои слова обратно. Лучше исчезни не только сегодня, но и до конца моей жизни. Это присутствие лишь всё усугубляет. Вот, правильно, давай как комариком сваляй отсюда. Прогонорировав Ари Хико, направился к своей парте. Кинул портфель и сел, откинулся на спинку. Эй, Тона, нельзя просто так нагонорировать людей. Таким принадлежением ранить можно. Да, а убить им нельзя? Расскажи мне, как я на тебя пробую. Эх, это жестоко, парень. Ты этим утром не с той ноги встал? А я тебе не говорил, что я не в духе. И уж ты от меня точно доброты не дождёшься. Ари Хико вздохнул. Почему ты только со мной такой жестокий, Тона? А с другим просто душка. Блин, Ари Хико, по-моему, по-моему, у него что-то не то. Он слишком либо толерантный, либо... Либо некоторые слишком толерантны к нему в последнее время. Ну, таким, как он. Так не честно. А до тебя только дошло? Жизнь вообще не справедливая штука, если ты так посмотришь. Но ведёшь себя, как только со мной. Ари Хико сделал преувеличенно глубокий вздох. Я не то чтобы особо старался прохладно относиться к нему. Так и сложились наши отношения. Кстати, Ари Хико, а какого полуночника, как ты, никогда не приходившись на первый урок, заставила появиться в классе Токрана? Это немного... Нет, это очень странно. Мне и самому интересно, почему. На самом деле, его родители просто выталкивали пинками то, что... Давай, давай, звезду из школы, просто пинком вытащили, нагло в воду вылили и всё. И такие, всё, очнулся, пизду из школы. Хм, видать, я вовремя прихожу в школу не только тогда, когда мне случается рано проснуться. Ну, я не стану комментировать твои привычки, но мне интересно, почему ты проснулся рано. Хм, почему рано проснулся? Хм, ну, наверное, потому что я не могу больше шляться допоздна из-за своей этой суматохи, так что теперь я по ночам сплю. Ты ведь слышала о серийном убийцах? Эээ, понятно, если бы подумать, что я что-то такое припоминаю. Я почувствовал лёгкую досаду из-за того, что Арихика приходится напоминать мне. Последние 2-3 дня я размышлял, возвращаться мне или нет, возле меня кто-но, поэтому я абсолютно не следил за новостями. Неужели снова? Они, по-моему, дали ему жуткое прозвище, что-то вроде бы «Одержимый серийный убийца» или как-то так. И это ещё не всё. Все жертвы были молодыми девушками. Так, ты на что намекаешь то, что знакомые скоро того крякнутся? Восьму нашли всего 2 дня назад. И ко всему прочему они все... Стоп. А что, собственно, с ним случилось? Таааак, тааак. А вот теперь ты мне, Петуч, объясни. Типа, он чуть сейчас нам не проговорился, а ко всему прочему они... Эм... Так, мне какие-то просто подозрительные звуки показались. И ко всему прочему он просто, типа, сменил такой... Так, эм-эм. А стоп, а что с ними, собственно, случилось? Ну, блин. Что-то, что-то с тобой нечисто. Если подозревать на вот то, что кто-то маньяк, то... Вот это вот, вот этот вот человек... Челововек, да. В самых первых рядах. Хм... Архика наклоняю голову в раздумьях. Хм... Он такой вид сделал, как будто, я не знаю, он списывает на контрольной, и учитель его запалил. Он такой делает, умный вид такой. Хм, что-то тут не сходится. А если так... Не, если вот так... Да это тоже не сходится. И потом смотрит на учителя. Такой... О, вроде бы не пальцы, можно даже списывать. Хм... Зря я его спросил. А, точно, вспомнил. Все жертвы были разрезаны на куски и выложены по какой-то схеме. Как-то так. А, нет, Иуни Кун. Жертвы потеряли много крови. Да блядь, да чё я опять заговариваюсь-то? Ах да, вроде об этом говорили. Они, кажется, прозвали его современным вампиром. Или что-то такое. Хм... А ты хорошо об этом наслышанная, Емидзуко-сан? Да не очень. Это происходит в нашем городе, поэтому в новостях об этом постоянно говорят. Не специально, но запомнишь. Ясно. Я думал, что убийца происходит в соседнем городе, но похоже, они переместились сюда. Ну, короче, вот поэтому я даже не ставил, ну, выходить по ночам на улицу, если там шастают убийцы. Потому что в последнее время я и так просыпаюсь в семь. Что и всё? Хорошая причина не означает, что история заслуживает внимания. Что в этом интересного? Бездушный ты. Что уж, успел сегодня свалиться во мне от амнезии? Нет, спасибо, что спросил. Если бы так часто ей страдал, меня бы уже похоронили. Ну да, ну да. Ладно, тебе виднее, здоровый ты или нет. Оу. Это типа звонок такой. А потом зазвенел звонок и перепрервал наш разговор. Так начинается урок. Возвращайтесь на свои места. С громким «Да, Рехика отправилась на своё место». Сейчас у нас по идее должны показать то ли учители, то ли не покажут, фиг его знать. Увидимся, Тонна Кун. А, да, 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 увидимся. Извиняюсь, что задержал тебя Юн Мидзука-сан. Вот, всё, и девушка тоже пошла. С лёгкостью по ступью она возвращалась к своему месту. Закончился второй урок. Наш классный руководитель, который также является учителем математики, уходя, позвала меня. Тонна, в твоих документах не хватает некоторых деталей. Пожалуйста, зайти в учительскую. Это не должно занять много времени. Я вполне успею вернуться до начала третьего урока. Учительская расположена на первом этаже. Кассы второгодок переходят на третьем этаже. Так что, если побечу... А, побегу, то успею до начала третьего урока. Ну, давай, побежали, побежали. Я побежал. Красава. Я ещё бежал. И бежал. И снова я бежал. И бе... Бля. Что? Удар схватил меня с ног. А, свалил меня с ног. Что-то садануло меня по голове. И всё перед глазами поплыло. О-о-ой. Рядом подслышался женский голос. Мне раньше никогда не доводилось её слышать. Похоже, я в кого-то врезался. А, извините, с вами всё в порядке? Я всё ещё плохо вижу, но приношу извинения человеку, которого сбил. Со мной всё нормально. А ты как? Сам в порядке? В её нежном голосе не было слышно даже нотки обвиняющего тона. Похоже, незнакомка больше беспокоится обо мне. А, да, я тоже норма. И я потряс головой и поднялся. Наконец моё зрение прояснилось. Так, в кого же мы там врезались? О! Женя в аниме-стиле! Вот этот вот, который из «Бесконечного лета», библиотекарша. Ты точно в порядке? У тебя лоб опух. А? Я дотронулся до головы и почувствовал боль. Как она сказала, у меня вскочила здоровая шишка. Мне очень жаль. Я не смотрел, куда иду. Твой бедный лоб, наверное, сильно болит. Школьница виновата, смотрит на моё лицо. Судя по её манере разговора, она должна быть первогодкой. Но цвет ленточки на форуме говорит о том, что она третьегодная. Другими словами, мой сэнпай. Не, всё нормально. Это я всё виноват. Извини, что врезался в тебя, сэнпай. Я поклонился. Нифига себе. Если подумать, то ты прав. Ты не должен был бегать по горидорам. Некоторые люди вроде меня здесь отдыхают и будут видны из окна, а некоторые просто бегут их и как носорог сшибают. Да, впредь будь осторожней. А ты точно не пострадалась, сэнпай? Да, я только упала. А вот ты врезался в стену, пытаясь не столкнуться со мной, так как он... Правда? Неудивительно, что я вижу звёзды. Повезло, что так влетев в стену, я оделась только шишкой. Ещё раз извиняюсь за случившееся, но стоять в задумчивости посреди коридора тоже не лучшая идея, сэнпай. Да, буду аккуратней. Сэнпай с улыбкой кивнула. Ну ладно. Милая улыбка. Эм, извини, я лучше пойду. Я дрехнул пыль с брюкой, хотел уже было направиться в сторону учительской, как вдруг... Но она продолжала на меня смотреть. Эм, что-то не то? Секунду. Кто она вообще такая? Я немного потерялась в сполнилении столкновения, но если подумать, она довольно красивая. Такая привлекательная девушка не могла остаться незамеченной парнями. Они бы обязательно болтали о красивой трекласснице. Ну, я, наверное, пойду. Сэнпай, тебе тоже следует вернуться в класс. Если что-то заболеет, приходи, пожалуйста, в мой класс. Я Тона, третий класс, второй год обучения. Я возьму всю ответственность на себя. Она кивает. Ну окей, хорошо. Хоть она и на год старше меня, такое ощущение, что я общаюсь с первогодкой. Хорошо. Если что-нибудь случится, я загляну к тебе на большую перемене. Но запомнишь, Экикун, ты не должен бегать по коридорам. А ты будь внимательнее и не втекая в облака на ходу. Сэнпай, я махнул рукой и собрался был идти. Так, стоп. Шики-кун? Я не называл здесь своего имени. Если подумать, она ведь и ранее называла меня по имени и фамилии. Не так ли? Ээээ, какого фига? Сэнпай, мы разве знакомы? А? Она изумленно воскресает и делает нарушивое грустное лицо. Ты просто ужасен-то, как он. Ты меня забыл? А? Забыл? Не, я так не думаю. Если бы я встретил такую красавицу, то точно не забыл бы. Блин, мне что-то сейчас подсказывает то, что это... Это именно... Это именно она, да. Эээ, она смотрит на меня укоризненно. Эти глаза, я уверен, что я их уже где-то видел. Я же подумал, что мы здоровались пару раз, наверное. Эээ, сэль сэнпай, верно? С опаской предполагаю я ее мими. Я и рада, что ты вспомнил. Ты, похоже, рассеян на забывших в тококун. Не думаю, что я рассеян, но насчет того, что я забыл, ничего не поделать. Ну, тогда пока. Давай встретимся после обеда. Поклоняешься, сэль сэнпай, она стала уходить. Блин, я думал, что был бы неожидан поворот, что мало ли, это вот та вот, типа, сэнсэ, еще что, типа, ну, с переделанной внешностью. Ну, а на этом я думаю, что как раз-таки мы приостановимся. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока!